Напоминаю нашим телезрителям, в эфире вечерний выпуск новостей и этот выпуск для вас сведу я, Наталья Быстрицкая. Почти половина взрослых американцев из колеблющихся штатов поддерживает кандидатуру Трампа на пост президента. За Байдена выступают 43 процента, свидетельствуют результаты опроса. Байден опережает Трампа только в штате Мичиган, отрыв составил 2 процентных пункта. В Аризоне 49 процентов респондентов проголосовали бы за Трампа, если бы выборы проходили сегодня. 42 процента за Байдена. Схожая ситуация наблюдается в Джорджии. 48 процентов опрошенных из-за Висконсина поддерживают Трампа, а 44 процента действующего президента. В Пенсильвании разрыв оказался небольшим. 47 процентов опрошенных заявили, что поддерживают Трампа, 46 процентов Байдена. Большинство избирателей в колеблющихся штатах также заявили, что ожидают ухудшения экономических условий в ближайшие месяцы. К слову, возможно и тюремное заключение Трампа по итогу одного из уголовных дел, которые рассматриваются в отношении него, станет беспрецедентным вызовом для тюремной системы, которая ранее не сталкивалась с чем-либо подобным. По информации журналистов Нью-Йорк Таймс, секрет сервис, секретная служба в настоящее время занимается разработкой плана на случай, если Трампа посадят. Скорее всего, бывшего президента будут содержать отдельно от остальных заключенных, а также осуществлять проверку еды. В таком случае спецслужбисты будут работать в беспрерывном режиме, поочередно сменяя друг друга. Кроме того, им наверняка разрешат иметь при себе оружие. Ну и вишенка на торте. Недавнее исследование ученых из высшей школы бизнеса Стэнфордского университета показало, что сочетание технологии распознавания лица искусственного интеллекта может точно оценить политическую ориентацию человека. Для этого достаточно лишь посмотреть на его лицо в расслабленном состоянии. Волонтеры заполняли анкеты, позволяющие понять их политические убеждения. Те же участники были затем просканированы исследовательским алгоритмом искусственного интеллекта. Это не больно. Алгоритм в целом мог определить политическую ориентацию человека с высокой степенью точности, без информации о возрасте полиэтнической принадлежности. Результаты свидетельствуют, что либералы и консерваторы имеют заметно разную морфологию лица. Правые политики чаще имеют счастливое выражение на фотографиях, в то время как люди с нейтральным выражением лица склонны причислять себя к левым. Либералы, как заметили исследователи, чаще обладают менее выраженной нижней частью лица, их носы и губы расположены ниже, а подбородки меньше, чем у консерваторов. Ключевая характеристика лица среднего либерала – лицо меньшего размера. Если же лицо крупное с развитым подбородком, скорее всего, его обладатель – республиканец. Один из крупнейших авиаперевозчиков в Саус-Вест объявил о прекращении работы по меньшей мере в четырех воздушных гаванях на фоне массовых сокращений и многомиллионных убытков. Саус-Вест приостановит полеты в Беллингхэм, Вашингтон, Сиракьюс-Хэнкок, Нью-Йорк, Хьюстон, Техас. Мы активизировали усилия по оптимизации. Я хочу искренне поблагодарить наших сотрудников, аэропорт и общественность за невероятную поддержку на протяжении многих лет. Мы сосредоточены на достижении наших целей финансового процветания и удовлетворения интересов акционеров, прокомментировал решение исполнительный директор Баб Джордан. Саус-Вест также планирует сократить около двух тысяч сотрудников. Сэкономить собираются и с помощью программ поощрения добровольного неоплачиваемого отпуска и общего снижения объемов найма. В квартальном отчете Саус-Вест объявила, что потеряла рекордные 218 миллионов за прошедшие несколько месяцев. Сокращение бизнеса связано с задержками поставок новых лайнеров Boeing. До конца года компания ожидает получить на 26 самолетов меньше. Проблемы с поставками продлятся как минимум до следующего года. Рынок коммерческой гражданской авиации вошел в зону крутого пике после скандального инцидента с выпадением заглушки люка самолета Boeing 737 Max 9 компании Аляска в январе этого года. Boeing пришлось выплатить Аляска Airlines более 160 миллионов долларов компенсации. Сильнее всего пострадала United из-за технических проблем с Boeing. Авиакомпания понесла убытки в размере 200 миллионов только за первый квартал этого года. Торговое грузовое судно «Балса» под флагом Панамы прошло через место обрушения моста в Балтиморе, используя специальный глубоководный канал, обустроенный для контейнеровозов. «Балса» оказался заблокирован в портовой бухте после обрушения моста месяц назад. После прохождения освобожденного участка 12-метровый сухогруз направился в один из канадских портов. Ожидается, что канал послужит безопасным средством преодоления проблемного участка для еще четырех грузовых судов. Это мера временная. Всего через такие каналы за время работ по расчистке завалов моста прошли 145 торговых судов. Кроме того, на своем месте пока остается и контейнеровоз «Дали», чье столкновение с мостом и привело к обрушению. Чтобы убрать «Дали» с места происшествия, потребуется сначала расчистить его верхнюю палубу, на которой сейчас лежат несколько тонн стальных конструкций. Для отвода судна в сторону с него также потребуется снять 140 грузовых контейнеров, а 22 члена экипажа «Дали» не могут покинуть контейнеровоз из-за отсутствия виз. По предварительной версии «Дали» врезался в мост из-за перебоев с электричеством, по причине которых не сумел вовремя сменить курс. Тем не менее, экипаж сухогруза успел предупредить местную полицию, перекрывшую мост, но предупредить рабочих, ремонтировавших дорожное полотно, полиция не успела. Расследование причин крушения проводится в Федеральном бюро расследований. Вместо трагедии 5 апреля посетил президент Байден, который пообещал продолжить восстановительные работы за счет госказны. Полная расчистка всех трех обходных каналов для движения судов назначена на конец мая этого года. Дэвид Швимер, наиболее известный ролью Роса Геллера в телесериале «Друзья» высказался на тему пропалестинских протестов, участившихся за последние полгода в университетах по всему миру, особенно в нашей стране. Молчание – это соучастие, подчеркнул Швимер. Он опубликовал видеоролик в программ, который включает кадры, где евреи подвергаются не только словесным, но и физическим нападениям. Еврейские студенты по всей Америке переживают самые жестокие посягательства на их права, написал 57-летний актер. В опубликованный ролик вошел недавний эпизод нападения на израильского арабо-активиста Йосефа Хадада на пропалестинской акции в Нью-Йорке, где человек, прячащий лицо под маской, толкнул журналисты и блогера, а затем ударил его кулаком в лицо. Швимер, известный своим открытым признанием еврейского происхождения и борьбой с антисемитизмом, призвал к немедленным действиям. К слову, подписчиков у Швимера 8 миллионов человек. Герой экранизации рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе доктор Ватсон и Штирлиц из романа «17 мгновений весны» Юлия Анна Семенова вызывают у россиян наибольшее доверие среди вымышленных персонажей. Исследование проходило на площадках медиахолдинга «Рамблер». Респондентам предложили выбрать одного из героев по принципу «Наибольшее доверие к нему». Доктор Ватсон занял первое место, вторым стал Штирлиц, третье место у Дубровского из повести Пушкина. Многие россияне были бы рады видеть коллег с качествами, как у этих персонажей. Телеведущая, предпринимательница и экс-участница грандиозного скандала, возникшего из-за ее связи с Биллом Клинтоном, Моника Левински, назвала «Белый дом» дословно «психушкой». Пост о своем бывшем месте работы она разместила в социальной сети «Экс». Левински присоединилась к тренду, в рамках которого интернет-пользователи цитируют строчку из новой песни «Тейлор Свифт» «Who's afraid of little of me?» и выкладывают изображения мест и предметов, связанных с их опытом. 50-летняя Левински опубликовала строчку из песни с фотографией «Белого дома», где в далеком, лохматом, в 95-м году начала работать стажеркой. Это все новости к данному часу. Спасибо вам за внимание. Я, Наталья Быстрецкая, провела этот выпуск сегодня. Смотрите наш канал каждый день. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...